Здравствуйте, с вами Цердум. Если вы задумались о сборке нового компьютера из новых комплектующих, значит у вас появилась мечта. Я хочу вам рассказать, как быстро оценить примерную стоимость компьютера вашей мечты и выбрать процессор. Если вы, как и я, не специалист в области компьютерных технологий, но решили самостоятельно собрать себе новый персональный компьютер, то, чтобы понять, достаточно ли уже у вас на него денег или еще нет, вам в первую очередь нужно определиться с процессором, потому что это главный мозг вашего будущего ПК. Образно говоря, все остальное в компьютере вертится вокруг него. Выбор процессора для вас будет состоять из трех этапов. На первом этапе вы должны знать, сколько денег вы готовы потратить на весь ПК и не сложить при этом зубы на полку. К этой основной сумме еще желательно иметь дополнительную сумму в размере 10% от нее на непредвидимые расходы. Если вам нужен еще и новый монитор, то это еще дополнительная сумма. Если вы определились с основной суммой, то выбор процессоров сразу сужается по цене, от 1,1 до 1,5 от нее. Например, у вас есть на новый ПК без монитора 50 тысяч рублей. Соответственно, ваш новый процессор будет стоить от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. На втором этапе вам необходимо определиться, для каких задач вы собираете свой компьютер. Например, если это современные игры, стримы, обработка видео, то вам нужен быстрый процессор и желательно многоядерный. И соответственно, цена процессора будет стремиться к верхней границе диапазона. Если же вам просто работать с текстами, лазить в интернете, играть в простенькие игрушки, то на процессоре можно сэкономить. Полная же стоимость персонального компьютера останется примерно такой же за счет других комплектующих. Например, вы сможете взять более емкие жесткие диски для хранения большего количества информации. На этом этапе ваша задача, пользуясь описаниями и отзывами в интернете, отобрать для себя под свои задачи конкретную модель процессора по стоимости укладывающейся в ваш диапазон цен, который вы вычислили на первом этапе. На третьем этапе, на выбранную вами конкретную модель процессора, ищите самую выгодную цену по надежным интернет-магазинам с хорошей и желательно многолетней репутацией. Узнав текущую цену и опираясь на первый этап, вы сразу можете прикинуть, укладываетесь вы в ваш бюджет или нет. Стоимость необходимого процессора умножаем на 5. Это будет разумный минимум возможной стоимости. И на 10 это будет разумный максимум. И вы сразу увидите, попадает ваш бюджет в границы этого диапазона или нет. И в зависимости от того, меньше ваш капитал диапазона находится в диапазоне или больше него, будете решать, что делать дальше. В случае компьютера мечты, это, как правило, не дешевый процессор. Поэтому, скорее всего, с достойными его комплектующими и в то же время без лишних понтов, цена вашего компьютера мечты будет в диапазоне множителей от 6 до 7. Например, если вы выбрали процессор за 20 тысяч рублей, то ваш компьютер мечты будет стоить примерно 120-140 тысяч рублей. Напоминаю, что все вычисления не учитывают стоимость монитора. После третьего этапа вам окончательно станет ясно, достаточно у вас денег на ваш компьютер мечты или необходимо еще подкопить. Конечно, в случае значительной нехватки средств и дальнейшего накопления нужной суммы в течение продолжительного времени, есть риск скачка цен, как в 2014 году. Но есть и возможные бонусы. Как, например, год назад, в 2016, я планировал, что через год соберу себе топовый компьютер на 4-ядерном i7. А по факту, через год вышли новые 6-ядерные i7 и Coffee Lake. А скачка оценка в 2014 году не произошло. И на днях я планирую приступить к первой в своей жизни самостоятельной сборке компьютера на основе вот этого процессора. Intel i7-8700K, которую планирую выложить на канал. На этом все. В следующем видео я расскажу вам без заумных деталей, как вашему процессору подобрать материнскую плату. Благодарю за просмотр. Всем до новых встреч.